Городской совет Лос-Анджелеса принял беспрецедентное решение. Посещать бары, рестораны, салоны, красоты и торговые центры смогут только вакцинированные жители города. Постановление уже подписал и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. В силу оно вступает 29 ноября. Из 13 членов городского совета одобрили постановление 11 человек. Среди тех, кто против Джобу Скайи на подобную меру, член городского совета называет опасной в первую очередь для сотрудников заведений, которые на входе в большинство коммерческих зданий города будут просить посетителей предъявить справку о вакцинации. Я бы хотел запросить главного прокурора внести поправку, чтобы он ввёл уголовное наказание для тех, кто будет угрожать или нападать на сотрудников заведений, которые этот закон будут исполнять. Необходимо точно знать, что у полиции города есть ресурсы реагировать на звонки бизнесов, которые будут вводить запрет на вход для непривитых. Поправку в мэрии не поддержали, зато установили размер штрафа для бизнесменов. Если проверяющие обнаружат, в заведении непривитых владелец бизнеса обязан будет заплатить штраф в размере до 5000 долларов. Те, кто не прививается по медицинским или религиозным убеждениям, смогут посещать рестораны и спортзалы на открытом воздухе. На продуктовые магазины и аптеки новое постановление не распространяется. Мера эта вызывает немало споров и недовольств среди тех, кто против обязательной вакцинации. Это Америка. И только владельцам решать, кого они хотят видеть в своих заведениях. Люди пытаются выжить. Они и так потеряли много денег за время пандемии. Все эти ужесточения будут вредить бизнесу. Я не говорю, нужно делать прививку или нет. Я говорю, это должен решать каждый сам. У человека должен быть выбор. Выбор – это все-таки Америка, это свободная страна. И это очень важный момент. И выбор, он должен быть всегда. Очень многие бизнесы от этого пострадают. Если бы я имела бизнес в этой сфере, то я бы, конечно, искала какие-то обходные пути. А вот те, кто уже привился от коронавируса напротив, считают строгие правила единственным спасением. Я согласен с этим и считаю, что так должен сделать каждый. Ведь это для нашей общей безопасности. Когда мы все привиты, мы в безопасности. Сейчас такое время, когда один в опасности, все оказываются в опасности. Все должны привиться. Все. Я учитель и всем своим ученикам говорю – идите и вакцинируйтесь. Я считаю, что правительство должно штрафовать тех, кто не хочет прививаться. Это возмутительно. Мы живем в обществе, а не на необитаемом острове. Мы должны уважать друг друга. Власти города планировали, что постановление вступит в силу сразу после принятия. Но для этого за него должны были проголосовать единогласно все члены городского совета. У жителей Лос-Анджелеса теперь есть больше месяца, чтобы вакцинироваться. А владельцам заведений за это время придется решить, как именно они будут проверять наличие справки о вакцинации у каждого посетителя, к примеру, в крупных торговых центрах. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время Америка. Калифорния. 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 Продолжение следует...